Старт дан! Смокли внимательно! Первыми на скаковую дорожку вышли двухлетние лошади. Впереди дистанция в полторы тысячи метров. Старт выдался кучным, однако уже в середине вперед вырвался жеребец по кличке Фантазер. Жакей Джамбулат Дакаев уверенно лидирует и только в конце его едва не догнал ближайший преследователь. Джамбулат выигрывает эту гонку! После себя кон уже едет, я ему дал идти, но он докатился. Не было опасения, что тебя догонят? Не, уже видно было, кон едет, когда я пристил, он зашел. Братство, единение и дружба. В этот день зрители и участники фестиваля погрузились в атмосферу настоящего спортивного праздника. Жители и гости Махачкалы могли насладиться не только захватывающими скачками, но и обширной культурной программой. Опять прощения ищу, опять к себе взываю. Заезды скакунов сменялись не менее зрелищными состязаниями среди болельщиков. Так, 60 участников выявляли лучшего в беге на полтора километра. Кроме того, зрителей ждал мастер-класс от команды профессиональных лучников и яркое выступление канатаходцев. Хорошее настроение и, используя проведенное время, люди пришли на фестиваль целыми семьями. Даже не знаю, кого больше отметит. И канатаходцев, и скачки, и стрельба из луков. Буквально все понравилось. Детям понравилось. Вот тоже, думаю, с детьми приду, посмотрю, покажу им, чтобы они детства увидели все это. То есть такой семейный день? Семейный день, конечно. Такой праздник, это общий праздник. Всеобщий. Идея собрать дагестанцев на одной площадке с самого начала была обречена на успех. По словам организаторов, задача подарить людям праздник выполнена на все 100%. Сегодня праздник – это праздник Дагестана. Праздник, который, вот видите, от малого до великого сегодня в спортивном клубе, в конно-спортивном клубе «Ватан». И нас сегодня объединены именно любители, не только любители лошади, патриоты своей родины. Алхамдуллах, все как по программе, все пошло красиво, без происшествий, как и было задумано. Вот именно объединение, в первую очередь, именно любители лошади. Теперь, сегодня мы видим очень много маленьких детей, маленьких детей, которые уже познали, что такое лошадь. Познали, что такое езда, познали, что такое семья, сказать, в большом-большом круге. Скачки на новом ипподроме, что в пригороде Махачкалы за Северным постом, проходят уже в третий раз. Конно-спортивный комплекс «Ватан», можно сказать, спас этот скаковой сезон, находившийся на грани срыва. Он пока еще полностью не достроен, но уже принимает спортивные состязания регионального и даже всероссийского масштаба. В этот раз, помимо коневодческих хозяйств из разных уголков республики, оспорить звание самого быстрого скакуна приехали гости из Чечни, Карачаева-Черкесии и Ставропольского края. Так, можно сказать, вот скачка – это непредсказуемая вещь все равно, но в каждой скачке все равно есть фаворит. Это уже не скроешь ни от кого. В любой скачке есть свой фаворит, который уже где-то, как-то уже выигрывал, занимал места или там. Оправдывают они сегодня свой статус? Конечно, конечно. Фаворит, он никогда не будет последним, как говорится. Он или выиграет, или как бы умрет. Есть такая, ну, как бы поговорка среди конников. Кульминация скачек стал забег на 3500 метров. Эту дистанцию специалисты считают самой непредсказуемой. С первых секунд борьба здесь развернулась нешуточная. К середине выявилась группа лидеров. Возглавил ее жеребец по кличке Эльвир. Уверенно набрав ход, скакун в этой гонке удивил всех оппонентов, попытки которых догнать беглеца так и не увенчались успехом. Эльвир был в буквальном смысле темной лошадкой этих скачек, ведь участвовал в состязаниях после годичного простоя. Эта победа принесла его владельцам не только радость, но и 50 тысяч рублей. Его не считали фаворитом, так как многие уже, наверное, его и не помнят, наверное, и не знали, что он будет участвовать. Конечно, более взрослые конники, они все его знают, которые участвуют. Он так очень любит налегать. Жакею была поставлена задача, если сможет удержать коня, чтобы посидел чуть-чуть, если вдруг, если не получится ее держать, он любит налегать, чтобы поехал на передах, чуть на ход поставил и аккуратно придерживая, так и получилось. Конно-спортивный фестиваль, прошедший в День единства народов Дагестана, стал еще одним символом единения дагестанцев, независимо от их национальной принадлежности.